Здравствуйте, я очень рад, что вы смотрите на «Сейчас». Вы помните, о чем мы говорили на прошлой нашей программе? В тот раз мы начали разговор о незаконном допросе, которому подвергся Иисус после того, как его схватили. После небольшого отрывка из прошлой проповеди, пастор Вольфганг Веггарт рассмотрит три остальных аспекта этого допроса, а именно, почему Иисус молчал, когда ему предъявляли ложные обвинения, когда же он, наконец, начал отвечать, а также, какие уроки из этого эпизода мы можем извлечь для себя. Обо всем этом мы поговорим в сегодняшней проповеди. Итак, Евангелие от Марка, 14 глава, стихи с 53 по 65. «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лже свидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лже свидетельствовали против Него и говорили, мы слышали, как Он говорил, «Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой нерукотворенный». Но и такое свидетельство их не было достаточно, тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса, «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Иисус сказал ему, «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесной силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, «На что еще нам, свидетелей, вы слышали богохульство, как вам кажется?» Они же все признали Его виновным смертью, и некоторые начали плевать на Него, и, закрывая Ему лицо, ударять Его и говорить Ему про реки, и слуги били Его по ланитам. И даже остановившись на таком месте, все равно давайте скажем на это «Аминь». «А теперь садитесь». У этих друзей на уме было нечто нехорошее. Они вынесли свой приговор еще до начала процесса. А вот почему мы читаем в Евангелии от Марка «Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили». «Ибо многие лже свидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны». Только представьте, кого-то арестовали, и никто не знает, за что его вообще арестовали. Но книжники, фарисеи и верховные религиозные лидеры не возражали против этого. Их программа была ясна. Иисус должен умереть. Им нужно было просто найти повод, чтобы это устроить. Поэтому они стали искать свидетелей. Прямо среди ночи. В Евангелии от Матфея сказано, «И хотя много лже свидетелей приходило», об этих словах я особо задумался. Была же уже где-то полночи, тут в Библии мы читаем, «И хотя много лже свидетелей приходило», откуда же пришло это множество лже свидетелей? Возможно, их согнали со всего и Иерусалима. Возможно, они ходили по улицам и вопрошали. А вы слышали об Иисусе? Не можете ли вы сказать что-то плохое об Иисусе? Мы заплатим вам. Если вы что-то расскажете, ну хоть что-то, на этом процессе будут первосвященники и все остальные. Если вы выступите там, вы получите хорошенькую сумму денег. Возможно, они обещали им не 30 серебряников, как Иуде. Такие деньги предложили только ему. Но этим свидетелям, судя по всему, тоже заплатили. Но понятно, что все эти свидетели путались в своих показаниях. Разумеется, все они рассказали свои истории, и в итоге их истории противоречили друг другу. Многое в них не стыковалось. В итоге обвинители не нашли ни одного свидетельства против Иисуса. Мы можем прочесть в Библии о том, что в ответ на нелепое обвинение двух лже-свидетелей в том, что Иисус собирался разрушить каменный храм, а потом восстановить его за три дня, члены Синедриона буквально зашипели на Иисуса. Иначе и не скажешь. Они сказали ему, что ты ничего не отвечаешь, что они против тебя говорят. В этих словах можно заметить их ненависть. Но ответил ли на это Иисус хоть что-то? Нет, Он ничего не ответил на то, что вменяли Ему в вину. Он молчал и не отвечал ничего. Этот эпизод напоминает нам сказанное в книге Исаии. Он эстезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Иисус не желал оправдываться за всю ту ерунду, которую наплели эти так называемые свидетели. Он просто не обратил внимания на их болтовню, потому что они сами знали, что их обвинения были ложью. И вот моя просьба к вам, дорогие слушатели, братья и сестры. Не стоит высказываться по поводу всего того, что вам говорят. Не тратьте силы на оправдание и исправление своих, якобы ошибок, перед злыми людьми, которые вас в чем-то обвиняют. Пусть эти люди говорят, что хотят. Важно, чтобы вы шли своим путем, своим прямым путем, путем праведника. Идите путем истины. И при этом молчите. Вспомните Иисуса, который не ответил ни слова своим обвинителям, которые несли полнейший бред. Идите своим путем. Однажды Иисус сказал, что нам стоит даже радоваться клевете о нем. Он сказал, блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Так же, и когда Каиафа, согласно Евангелию от Иоанна, спросил нашего Господа о его учениках, его учении, Иисус ответил ему только, я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил. Здесь мы видим, как величественно вел себя Иисус на допросе. Благодаря этим словам мы понимаем, что Иисус не был каким-то животным, попавшим в селки людей, злоупотреблявших своей властью. Иисус не попался в их селки. Иисус был Господом. Он вел себя как Господь на этом слушании Его дела. Он не выполнял того, что от Него требовали. Они хотели, чтобы Он ответил, но Он молчал. Вместо этого Он сказал, «Мое служение было прозрачным. Все происходило на публике. Все могли видеть, что было сделано и чему я учил». И это так и по сей день. Церковь Иисуса — это не секта. Мы — это не тайное общество. Всему, чему мы учим, мы учим публично. Все, что мы делаем, наглядно видно. Каждый может на это взглянуть. Мы хотим, чтобы люди присоединились к нашей вере. Мы хотим свидетельствовать им, что Иисус Христос — это наш Господь. А еще мы хотим объяснить им Библию и рассказать им, во что именно мы верим. Давайте скажем на это «Аминь». Мы — это не тайное общество. Нам нечего скрывать. И вот тогда первосвященники решили подойти с другой стороны и спросить Его о другом, поскольку версия о разрушении храма не имела успеха. Послушайте, о чем они спросили Его. «Ты ли Христос? Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И что же, Иисус ответил? На этот раз «Да». Он ответил быстро и точно. «Я». И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Когда дело дошло до истины, а именно великой истины о том, кем же был этот Христос, Спаситель не стал молчать. И лично я из этого эпизода вынес для себя такой урок. Когда люди различными способами пытаются втоптать вас в грязь, позвольте им это сделать. Не мешайте им свои вещички, я могу потом снова отстирать. Даже если оскорбления направлены куда-то поглубже, если оскорбляются ваши сердца и чувства, не встревайте в спор. У них нет никаких шансов на победу. Не стоит волноваться обо всем плохом, что говорят о вас. Мы желаем молча и честно просто идти дальше своим прямым путем. Но если речь заходит о том, является ли Христос Иисус Сыном Благословенного и Всемогущего Бога, мы не должны молчать. Тогда мы должны отвечать «Да, это Он». Ведь так? Аллилуйя. Тогда мы должны сказать «Да». Когда речь заходит о нашей вере в нашего Господа, мы не должны молчать в тряпочку. Мы должны открыть свои рты. И неважно, что за наши слова, нас будут ждать хуки слева и справа. Главное сказать, что мы на стороне того, кто нас спас и искупил. Давайте же верить в то, что Иисус Христос – Сын Благословенного, Всемогущего и Вечного Бога. Если речь заходит об этом вопросе, то тогда мы должны все признать. Тем самым мы сможем противостоять лжи тех, кто сегодня заявляет, что Иисус был просто биологическим Сыном Иосифа. Нет, Он не был просто хорошим и избранным Богом-человеком. Нет, мы должны говорить о том, что Он был зачат Духом Святым и родился Девы Марии. Он сошел с небес, место Своего предсуществования, воплоти, и, будучи Богом, принял образ человека. Вся христианская церковь зиждется на этом факте, дославится имя Господа. Об этом в Библии сказано четко и ясно. «Ибо многие обольстители, — писал Иоанн, — вошли в мир, неисповедующий Иисуса Христа, пришедшего воплоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Сегодня мы можем видеть много подобных обольстителей, не признающих, что Иисус сошел с небес, как Сын Божий, и родился воплоти посредством сверхъестественного зачатия, поскольку для апостола Иоанна этот факт был очень важен. Он еще дважды повторил эти слова в своих других посланиях. Процитируют только слова из первого послания. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего воплоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Давайте же разберем, о чем же нам тут говорит Библия. Эти слова Иоанна резкие и в то же время ясные. Они резки, и все в них ясно и понятно. Здесь четко и ясно сказано, «Те, кто не хочет верить в предсуществование Иисуса, в царстве Его Отца, и в то, что Он, будучи Богом, облачился в плоть, исходят от антихриста». В них этот дух. И неважно, кто так говорит, ибо в Библии сказано, что эти люди обольстители. Именно на этом месте и расходятся эти духи. Христианская церковь в нашей стране и некоторые христианские церкви в других странах смешали все эти факты в кучу. Они говорят нам, что Иисус — это хороший человек, что Он милосерден, что Он помогает бедным, что у Него есть сочувствие и сострадание к слабым и несчастным, что Он заботится о людях. Они подают нам эдакого социального Иисуса, пацифиста. Они говорят об Иисусе множество подобных вещей, но они умалчивают о том, что Иисус — это Сын Божий. «Ты ли Христос?» — спросил тот безбожник на суде. И тогда Иисус, который до этого молчал, открыл, наконец, рот и сказал «Я». Я думаю, Его слова во тьме той ночи были подобны молнии. Да, это был Он. И далее мы читаем. Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал так «На что еще нам свидетелей?» Раздирание одежды. Судя по всему, должно было выразить горе этого человека по поводу того, что его Бог был оскорблен. Он хотел показать, что он так печален этим, что разодрал свое святое одеяние. Но все это было лицемерием. Он думал в первую очередь не о славе Божией, а о том, что наконец-то появилась веская причина казниц Христа. Он не замечал. И скоро мы уже закончим, дорогие друзья. Вместе с этим, якобы набожным человеком, действовала целая группа заговорщиков. Он разодрал свои одежды, свой рабочий костюм. И даже не понял, что он тем самым сделал, что этот жест имел более глубокое значение для Бога. Но что же он означал с точки зрения Библии, с точки зрения Священного Писания? Означал он, что этот человек, разодрав свое одеяние. Одеяние священника. Решил судьбу не только своего собственного служения, но и всего израильского духовенства. Сделав это, он образно разорвал на части всю религиозную систему священничества. А смертью Христа на кресте и Его Великим Воскресением было установлено новое священничество. Он разодрал свое одеяние священника, не понимая, что тем самым он положил конец прежнему священничеству в Израиле. А тот, кто стоял перед Ним, тот, кого он обличал в богохульстве и был истинным первосвященником. Отныне нашего первосвященника звали Нека Иафа. Так как же зовут нашего первосвященника? Его зовут Иисус Христос. Вот как умны глупцы, поэтому Бог и заставил его разодрать свое одеяние священника. В послании к евреям об этом сказаны просто чудесные слова. Итак, имея первосвященника Великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Каиафа, рви на здоровье свое одеяние, ибо ты не наш первосвященник. Наш первосвященник — это тот, кого ты хочешь убить, тот, от кого ты хочешь избавиться. Нам нужен тот, кого ты хочешь убить. Таков и должен быть у нас первосвященник, сказано в послании к евреям. Святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. К этому я могу добавить лишь довольно циничные слова. Спасибо тебе, Каиафа, за то, что ты помог сделать так, что теперь у нас есть истинный первосвященник. Я бы сказал просто так. Этот первосвященник может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них, да славится имя Господне. Аминь. В последних наших двух проповедях мы поговорили о незаконном допросе, которому подвергся Иисус после того, как его арестовали. Приговор ему уже был вынесен, но против него не могли выдвинуть ни одного разумного обвинения. Тогда суд пригласил лжесвидетелей, которые стали обвинять его во всех прегрешениях. Но Иисус молчал и не вёлся на эту провокацию. Кристиан, как же Иисусу в такой ситуации удавалось сохранять спокойствие? Да, хороший вопрос. Мы видим здесь такое вероломное поведение и ложное обвинение, а Иисус при этом совершенно спокоен. Я думаю, во-первых, потому что Он исполнял то, что сказал пророк Исаия о Мессии. А вот что сказано в книге пророка Исаии. Он эстезуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца ведён был он на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен. Так он не отверзал уст своих. Именно это пророчество исполнил Иисус одним своим молчанием. Кроме того, мы знаем, что для Иисуса это было очень личным делом, потому что он знал, что он в руках вечного Бога и знал, что таким было его решение. Это подтвердил и апостол Пётр, который писал, «Он, то есть Иисус, не сделал никакого греха и не было лести в устах Его. Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. Он знал, что есть некто превыше всего этого. И именно этот некто всё и решает, а не Синедрион. Именно так и сказано в той цитате, которую я только что прочитал. Иисус всегда обращал внимание на своего Отца, помнил о Нём. А нам тоже следует реагировать на ложные обвинения таким образом. Тоже терпеть злословие и ложные обвинения, а не наносить ответный удар? Да, это не всегда просто. Я думаю, ты знаешь это сам. Когда на нас нападают с ложными обвинениями, мы обычно взрываемся. Нам хочется поскорее их с себя снять и показать, что мы правы. Но Библия учит нас, что мы должны быть сдержанными, особенно если мы подвергаемся гонениям за нашу веру. Мы не должны наносить ответный удар. В той же самой недавно приведённой мною цитате из Библии сказано, что Иисус не сделал никакого греха, а предавал то судье праведному. Именно из этих слов мы и понимаем, почему Он молчал. Эта фраза связана с другой, которая стоит как раз перед ней. Вот что ещё сообщает нам Пётр этими словами, «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». То есть Он говорит, посмотрите на Иисуса в этой ситуации, когда Его притесняли, когда с Ним несправедливо обошлись, и пусть Он станет для вас примером. Будьте сдержаны. В Библии есть много других стихов на эту тему. Вот один из них, послание к римлянам. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отомщение, я вас дам», говорит Господь». Это очень понятные слова. В таких случаях не стоит брать дело в свои руки, не стоит мстить за свое имя. Предоставьте это сделать Богу живому, и тогда на душе у вас будет куда спокойнее. Но когда мы перешли к вопросу, действительно ли Иисус был Христом, Он прервал молчание. Он ответил очень свободно, что «Да, это Он». Да, так оно и было. Какой же в этом урок для нас? Молчать следует до определенной степени. Например, когда врут и выдвигают ложные обвинения. Но когда речь заходит о вашей вере, мы должны говорить о ней до самого конца. В таких случаях мы должны стоять за Иисусом, ибо Он сказал, «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Когда мы отстаиваем эти слова, это происходит по воле Божией. Итак, когда мы подвергаемся гонениям, мы ощущаем на себе давление. Когда речь идет не о ложных обвинениях, а о Божьей сущности, или о Нем и нашей вере, тогда нам стоит открыть рот и сказать, «Я верю в Иисуса». «Да, я верю в три единого Бога». И, пожалуйста, не думайте о последствиях своих слов. Но именно благодаря нашей готовности страдать из-за Иисуса, у нас есть великая надежда, о которой мы можем прочитать в нашем отрывке. И связана она с эпизодом, когда первосвященник разодрал свои одежды. Да, это очень интересный момент. Да, это очень интересно. И в сегодняшней проповеди этот момент был довольно подробно разобран. Когда первосвященник разодрал свои одежды, это выглядело очень цинично. Этот человек искал только повода, чтобы в чем-то обвинить Иисуса. И вот тот признался, что он Сын Божий и повод был найден. Но разорвав свои одежды, тот первосвященник разорвал и всю суть прежнего священничества. То есть то, что выстроили религиозные лидеры того времени. Этот жест знаменовал собой наступление нового времени. Перед ним стоял истинный первосвященник. И это утешение и для нас тоже. Этот первосвященник, а именно Иисус Христос, который сейчас сидит одесной от Отца, представляет нас. Он знает и о том, что нас искушают, и это дает утешение христианам. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы хотим нести людям благую и утешающую весть о том, что Иисус Христос ждет верующих на небесах, а также мы оказываем и конкретную помощь нуждающимся в ней на всех континентах нашей планеты через наши гуманитарные и диаконические проекты. Бог с уверенностью говорит, что его дети перетерпят все до самого конца, но при этом для людей, оказавшихся в трудной ситуации, важна и конкретная помощь братьев-христиан. Наша церковь тоже оказывает такую помощь посредством гуманитарных проектов во многих странах мира. На сегодня это все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok